ИДЛИП РАЗДОРА Переживет ли Союз России и Турции новые обострения в Сирии? ЧАРНИЙ ГИИМАЩИУ ЧАНТИР, РОССИЯ Алексей Хлебников ЧАРНИЙ ГИИМАЩИУ ЧАНТИР, РОССИЯ 20 февраля 2020 года Сирийский ИДЛИП опять поверг отношения России и Турции в один из самых глубоких кризисов со времен сбитого в 2015 году российского СУ-24 Эрдоган угрожает начать еще одну военную операцию в этом районе, возмущаясь, что за последние дни Дамаск взял под контроль более 100 населенных пунктов Несколько ключевых городов и овладел трассой М-5, соединяющей два крупнейших города Сирии – Алип и Дамаск В ответ Турция уже наращивает военное присутствие в провинции Россия не может бросить своего союзника осады на милости Анкаря, но и вступать в открытый конфликт с Турцией в Сирии было бы для Москвы слишком рискованно Российск-турецкое сотрудничество за последние годы распространилось на самые разные сферы – от атомной энергетики до ливийского урегулирования Но именно взаимодействие в Сирии по-прежнему определяет дальнейшее развитие отношений двух стран Что случилось? Москва и Анкара вроде бы договорились по Эдлибу еще в сентябре 2018 года Тогда Турция обязалась отделить радикальную оппозицию от умеренной и прекратить атаки боевиков из Эдлибы на российские и сирийские военные объекты, включая российскую авиабазу Хмеймем Также было решено создать демилитаризованную зону 15-20 км по линии соприкосновения правительственных войск и вооруженной оппозиции, выведя оттуда радикальных боевиков и тяжелое вооружение Наконец, стороны собирались восстановить транзитное сообщение по трассам М4 и М5 между Алипой и Дамаском Несмотря на то, что соглашение считается действующим до сих пор и стороны по-прежнему подтверждают свою приверженность ему Ничто из перечисленного сделано не было Все обвиняют друг друга в несоблюдении договоренностей Турции, и Западу, больше всего не нравится, что весной 2019 года Дамаск начал постепенное наступление в провинции Эдлиб при поддержке российских воздушно-космических сил Москва оправдывается, что таким образом помогает бороться с террористами и боевиками, которые постоянно атакуют российских и сирийских военных Турция также обвиняет Москву в том, что она слабо контролирует Дамаск и не может обеспечить режим прекращения огня, чем провоцирует гуманитарный кризис в Эдлибе По данным ООН, уже более полумиллиона жителей провинции покинули свои дома Ситуация ухудшилась еще сильнее с декабря 2019, января 2020 года, когда начали появляться сообщения, что Дамаск обстреливает турецких военных В январе 2020 года в Сирии погибло четверо россиян, а в феврале – 14 турецких военных Игнорировать ухудшение ситуации становилось все труднее Спасет ли дипломатия? Попытки России и Турции разрешить кризис дипломатически пока ничего не дают Российская делегация во главе с замминистра иностранных дел Сергеем Вершининым и спецпредставителем президента по Сирии Александром Лаврентьевым провела уже три раунда переговоров со своими турецкими коллегами – 8, 10 и 18 февраля Ни на одном из них новых договоренностей по Идлибу заключить не удалось Скорее всего, и на этот раз последнее слово будет за президентами стран Это подтверждают слова министра иностранных дел Турции Мевлю Тачеву Шаглу по итогам последних российско-турецких переговоров в Москве 18 февраля Он заявил, что, если в ближайшие дни не удастся добиться окончательного урегулирования проблемы в Идлибе Возможно встреча на высшем уровне Главный вопрос сейчас – как быстро Москва и Анкара смогут прийти к компромиссу? Это покажет, насколько они в принципе способны решать подобные кризисы, которые в будущем неизбежно повторятся в других частях Сирии Где сохраняется присутствие Турции, на севере провинции Алипы и в буферной зоне к востоку от Ефрата Общие интересы в последние дни Турции не только продолжают помогать лоялем ей группам оппозиции, но и серьезно нарастило собственное военное присутствие в Идлибе Сейчас число турецких военных в провинции превысило 9000 плюс около 1000 единиц различной техники Но, несмотря на турецкие угрозы, сирийская армия продолжает продвигаться вдоль трассы М-5 и берет под контроль все новые территории к западу от дороги Судя по всему, Анкаре вряд ли удастся заставить сирийцев уйти с занятых позиций К тому же возможности давить на Россию, которая поддерживает сирийцев, у Эрдогана довольно ограничены Турция вряд ли решится на вооруженный конфликт с сирийской армией, так как это может привести к прямому столкновению с Москвой, а этого Анкара точно не хочет Россия и Турция нуждаются друг в друге как в Сирии, так и в регионе и в целом и не заинтересованы в радикальном ухудшении отношений Также не заинтересованы они и в масштабных боевых действиях в Идлибе, потому что это лишь подстегнет внутреннюю миграцию и увеличит число беженцев Турция уже приняла из Сирии более 3,5 миллиона человек, что стало для нее серьезной экономической, социальной и даже политической проблемой Наконец, Турция сейчас явно не готова ввязываться еще в одну военную операцию, когда она и так уже ведет две, в Ливии и на северо-востоке и Сирии В конце концов, именно проблема с сирийскими курдами на северо-востоке, главный приоритет Анкары в Сирии, а совсем не Идлиб Давление на Москву, конечно, нельзя сказать, что Турция совсем беспомощна и ей нечем надавить на Россию Как минимум, она может обратиться за помощью к США и попробовать восстановить с ними отношения, создав тем самым контрбаланс России в Сирии Такой ход Эрдогана доставил бы Москве немало проблем, но пока он выглядит маловероятным Недавний визит спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри в Анкару не принес ничего нового Другой вариант давления Турции на Россию, продолжат саботировать астанинский формат, предмет российской гордости Астана стала доказательством того, что Москва, Анкара и Тегеран способны находить общий язык и сотрудничать не только в Сирии, но и в регионе и в целом А без Турции астанинский формат будет иметь мало смысла Турция также может оставить за собой северные районы провинции Идлиб, превратив их в турецкую зону оккупации, что станет очередным предметом для торга и переговоров с Москвой и Дамаском Тут можно надеяться только на то, что Турция не станет рисковать отношениями с Россией за Идлиба Что дальше? Скорее всего, сирийская армия при российской поддержке с воздуха продолжит брать под свой контроль территории вдоль трассы М5 и М4, чтобы восстановить сообщения по двум самым важным транспортным путям страны Для Дамаска и Москвы сам Идлиб не так уж важен, их главная цель – открыть трассы М4 и М5 и соединить таким образом два крупнейших города – Алипы и Дамаск, а также связать Алипы с побережьем Все это необходимо для экономического восстановления Сирии Турция, скорее всего, продолжит наращивать военное присутствие в провинции, чтобы не дать сирийцам продвинуться к Идлибу и турецкой границе Но в целом и действия, и заявления Эрдогана направлены прежде всего на внутреннюю аудиторию Так что ожидать широкомасштабной эскалации в Сирии и радикального ухудшения российско-турецких отношений не стоит Да, чем дальше, тем больше действия сторон повышают риск очередного кризиса в регионе и в двусторонних отношениях Но пока Москва и Анкара, кажется, стараются договориться по Идлибу Сделать это будет не так просто Странам предстоит закрепить новые реалии на земле, новые зоны контроля сирийской армии, определить буферную зону с российской военной полицией А впереди еще проблемы северопровинции Ялипа и северо-восточной буферной зоны, которые контролирует Турция после трех предыдущих операций в Сирии И курдский вопрос В таких условиях находить общий язык будет все сложнее Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ